Старость в радость теперь – это девиз сочинцев старшего поколения. С поставленной перед собой задачей власти города справились. Сегодня у пожилых горожан масса возможностей, чтобы интересно проводить время. Ко всему прочему, своей двери распахнул центр старшего поколения, расположенный в бывшем кинотеатре «Стерео». Там танцевальные вечера, хоровые пения, занятия прикладным искусством. А еще сочинцы серебряного возраста занимаются йогой, играют в шахматы, проходят курсы компьютерной грамотности. Еще один повод выйти из дома – это проект «10 тысяч шагов к здоровью». Маршруты для групповых прогулок разработаны во всех районах Сочи. Если говорить о нашей части активного долголетия, то, что делает администрация города, то, что называется проект «Мэра Сочи», это 200 мероприятий за первый квартал, 4 тысячи участников. И это очень активные люди. Каждый район имеет такое движение, и это движение идет только вперед. Я прошу, чтобы вы под личным своим контролем, буквально в смысле слова, очень здорово, очень хорошо, если бы у нас получилось. Сейчас у нас получилось то, что вместе с министром здравоохранения Краснодарского края мы начинаем создавать два центра реабилитации. Один центр реабилитации для детей с ДЦП, который будет располагаться у нас в бывшей станции переливания крови. И как только перинатальный центр начнет работать, мы на первом этаже старого роддома должны создать реабилитационный центр, который называется «Белый Рос». Да, будем делать. Да, потому что великолепно. К нашему населению это очень надо. Это и одно, и другое все делается. Есть и помещение. Теперь надо все это помочь нашим организаторам, значит, помочь, чтобы все насытить. Вот возьмите под особый контроль. И мне обязательно постоянно докладывайте, что у нас там получается, что не получается. Жить в городе здоровья нужно дольше, подчеркивает Анатолий Пахомов. Есть для этого и ресурсы, поэтому местным жителям нужно помочь сохранять активность. Для этих целей и работает программа «Активное долголетие». В основном ее участники – сочинцы от 60 лет. Тех же, кто еще не знает, что делать на пенсии, ежедневно ждут в районных библиотеках и домах культуры.